Здарова, друзья, меня зовут Мазл, добро пожаловать обратно в 60 секундс! Новое испытание появилось? Собрать кучу топоров? Давайте пробнём. Боже, мы не успеем. Жена, топор, подай хотя бы. Ленивая ты жопа. И сынка бесполезный. Нет, братка! Сынка, ну подай хотя бы топорики. Воспитал говно малолетнее. Какое руководство, братка, ну ты чё? Да чура, помоги бате. Мне так тяжело, ты не представляешь. Доченька, подай, ну, господи. Что за семья? А, в холодильнике последний, господи. Да не суп, братка, не зли меня. Господи! Доченька, подвинься. О боже, вроде всё. Кидай. Наконец, господи. Охереть, вот это шлем. Сейчас мы такое выживание устроим. Царь-бомба. Батя и дочура. Боже, это великолепно. Дочура просто юная валькирия. Мощная девка. Мошка, уйди. По крайней мере, двое из нас спаслись. И это радует. Три воды, две еды. Скандинавская жопа. Грызуны-мутанты нападают на наши запасы. Ах вы мрази. Руби их топорищем. На бульон. Скандинавский бульон. Ура! Наши запасы спасены. Землетрясение. А у нас даже ничего нет. Нормалёк. Бардак ужасный, но кажется, ничего серьёзно не пострадало. Потому что ничего и не было. После уборки всё будет блестеть, как новенькая. Как скажете? Конец! Я забыл дать воды. А где дочка? Когда Мэри узнала, что не получит ни капли воды, то пришла в ярость и убежала на пустошь. Вот поехавшая. Она бежала, не останавливаясь. Только оборачивалась и кричала, что мы ещё об этом пожалеем. Ах ты малолетняя дрянь. И что так или иначе, она добудет себе воду. Теперь мы серьёзно напуганы. Слишком много дней без воды сделали своё дело. Тед умер от обезвоживания. Всё, что мы можем вам сказать. Пережить апокалипсис не так уж и легко. Вы выжили шесть дней. Это рекорд. Надо гордиться. Наверное. Ну-ка по новой. Опять вы? Аптечка есть. Охереть. Фонарик. Руководство. Неплохо. Вылазка. Давайте сходим. Жить-то нужно. У нас потоп. Заливают всё мочой. Великолепно. У нас снова ничего нет. Несхилое наводнение получилось. Батёк. Вот тебе вода. И ты идёшь на пустошь. Удачи. Мой бравый викинг. Только вернись. И не заболей. Эх, дочура. Одни мы с тобой остались. Какого лешего? Возможно, мы здесь и в безопасности. Но у нас есть и другие проблемы. Никто из нас не может нормально спать. Нужно решить эту проблему как можно скорее. В противном случае мы можем уснуть перед лицом настоящей опасности. Когда, например, к нам прилетят инопланетяне. Я аптечку бате оставил, если он заболеет. Игра. Прекращай. Я тебе по жопе дам. Тратим. Чё делать? Батя бациль не будет. Извини, батя. Мы всё съели. Мы все выспались и отдохнули. Кто мы? Ты одна здесь. Поехавшая. С нами здесь большой волосатый кролик-монстр. Ах ты гнида. Оружия нет. Он супчик съест. Целую банку. Ах ты мразь. Имей совесть. Он съел банку супа. Это понятно. Заметно. На наше мусорное ведро уже смотреть противно. Но с другой стороны, это даже хорошо. С вечным и спорочным аппетитом мы экономим запасы еды. Несмотря на это, нам хочется сделать уборку. Огромные зелёные тараканы только придают нам мотивации. Руководство. В бой. Помогло. Мы еле справились. Нам нужна помощь правительства. Приёмника нет. Сиди молча. Батя, ну где же ты? Вернись. Еда остынет. То ли мы сошли с ума, то ли наше убежище заполнено какими-то ползающими насекомыми. Или ещё хуже. Ещё хуже. Это пауки. И не милые миниатюрные паучки, а огромные, мохнатые и очень страшные паучары, сучары. Нам нужно что-то с этим сделать. Я знаю, к чему это ведёт. Наконец-то у меня есть шанс. Ничего не выбираем. Ну же. Я думал, Мэри мутантом станет. Эх. Мэри Джейн говорит, что она в порядке и ей ничего не нужно. Так было бы офигенно. Мэри викинг-мутант. Непруха. Где батя? Где ты ходишь? Вернулся. Вернулся сопливый больной викинг. Ух. Угощайся. Тед вернулся. Нашёл банку супа и бутылку воды. За семь дней. Охренеть. Муш-муши. Телефон. Дочура, сбегай. Это был выживший из Хилл-Вэлли. Опять тараканы. Книга их. Батёк, ну приди в себя. Соберись. Мэри Джейн не проронила сегодня ни слова. Это очень странно. Спросим у неё, как дела. А давайте. Дочура, как твои дела? Рассказывай. Мы решили проблему. Это хорошо. Нам нужен приёмник. Нет его. У Мэри небольшое ранение. Это плохо. Она не болеет? С Мэри Джейнсом будет нормально. Она болеет не первый раз и не последний. Правда, она сегодня немножко бледновато. Мэри спокойно, как удав. Или она просто притворяется? Ну-ка, отвечай. Смотри у меня. Нам нужны новости. Ребятушки, ну нету приёмника. Чё я сделаю? Сидим молча, отдыхаем. Кушаем супчик. Какие проблемы? Ой, бате, плохо стало. Меньше знаешь? Крепче спишь. Это правильно. Дочуре вода. И она идёт. Давай, доченька, спасай нас. Вот мы одни. Тед всё кашляет и кашляет. Вот бацилла бесстыжая. Зелёная жидкость капает из труб. Руководство. Выручай нас. Ха. Проблема решена. Нет утечки. Нет беспорядка. Наше уютное жильё снова чистенькое. Это великолепно. Дышим спокойно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вот так. Не паниковать. Не паниковать. Нужно сейчас же открыть дверь. Иначе мы все умрём. Откройте дверь. Базара нет. Припасов совсем нет. Дочура, поторопись. Приёмника нет. Доченька, ну вернись же ты. Вернись. Продавец Уитли. Давайте меняться. А у нас ничего нет. Мы нищие. Проваливай. Будь здоров. Конец. Какого хрена? Это что такое? Это что-то новенькое. Вам письмо, уважаемый. Охеренно. Продавец был довольно дружелюбным. Но у него не было ничего, чтобы нас заинтересовало. В попытках забраться в убежище, мы стучали, кричали, пытались выломать люк, но ничего не помогло. И никто не ответил. Либо это самая ужасная шутка в истории человечества, либо люди внутри напуганы ещё сильнее, чем мы. Тед был болен слишком долго и сильно ослаб. Он покинул этот мир во сне. Мы продержались 25 дней. Бизнес есть бизнес. Нормально. Неизвестные силы захватили наше убежище. Батя помер. Конец. Интересная концовка. Вы были изгнаны. 29 дней прожили. Две воды выпили. Полтора супа съели. Защита убежища – ноль. Решение положительное – ноль. Отрицательный – ноль. Вылазки. Две успешные из трёх. Добытые предметы – два. Банка супа и бутылка воды. Успех по жизни. В другой раз сыграем всей семьёй в царь-бомбу. Да не просто семьёй, а семьёй викингов. А пока на этом всё. Большое вам спасибо за просмотр и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...